Всем здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим очень детально блузу, которая на манекене, свободного кроя. Рассмотрим сначала ее детально по лицевой стороне, а затем вывернем и рассмотрим изнанку. Блузы, конечно же, нам нужны и ни одна, и ни две. Для тех, кто носит брюки, прекрасно, если их будет хотя бы штук 10, потому что мы должны все время менять. Именно верхняя часть показывает нашу нарядность. Вот брюки, если мы взяли, допустим, джинсы. И под джинсы мы можем одевать футболки разные, разные толстовки и, конечно же, абсолютно разнообразные блузы. Меняем и выглядим очень красиво, стильно и интересно. Блуза, которая у нас тоже очень стильная и интересная. Воротничок-стоечка, отступающий от линии горловины. Мы его сделали невысоким. И, как видите, стойка смещена. Застежка-планка, идущая вниз, не по центру, вы это видите. Легкие защипы, которые придают легкости и воздушности. И по линии бедра добавляют нам больше свободы. Защипы прошиты у нас таким образом, что один защип идет, смотрите, короче, потом длиннее, длиннее и еще длиннее. Ну, вот как под линейку мы смещались. Также обращаю внимание на боковую линию. Здесь мы тоже сделали достаточно интересную. Блуза на меня, манекен 48 размера, поэтому здесь, ну, я на черном цвете показываю, так лучше видна выточка. Смотрите, мы ее сделали вот фигурную, идущую с бокового среза. И здесь же выполнили с вами такую вот маленькую-маленький рельеф, да, вставочку. Эта вставочка, что она дает? Она тоже визуально, за счет того, что она немножечко идет вот так вот наискось, вытягивает нашу фигуру и делает стройнее. Двойная кокетка по спинке. Рукав, манжет. Рукав с разрезом, с защипами. Вот такая вот замечательная блуза. И рассмотрим, конечно, ее сейчас и на мне, и еще наизнанке. Вначале рассмотрим блузу на мне. Я уже, как и сказала, она довольно-таки свободного кроя. Она абсолютно не прилегает и по спиночке. Кокеточку можете рассмотреть. Выточка. Мы ее шили из хлопка. То есть здесь хлопковая ткань. По этой блузе у нас три блока. Она участвует в марафоне, на который вы тоже можете записаться. По номеру телефона, который вы видите на экране. Удобным вам способом. Либо позвонить просто по телефону, либо вайбер, либо ватсап, либо телеграм. По этой блузке. Какие блоки, что мы будем делать в марафоне? Ну, во-первых, пошив будет от начала до конца. Каждую деталь, каждую строчку, как разутюжить, это мы все полностью показываем. Помимо этого, для того, чтобы блузка была правильная, мы сделаем с вами блузочный крой. То есть чуть-чуть занизим с вами линию плечевую. Поработаем с рукавом. Выполним разрезы. Построим манжет. Также будет построение воротничка. Смещение. Немножко выточку размоделируем. После этого, естественно, мы моделируем саму блузу. Я имею в виду рубашечный крой делаем. Моделируем блузу и краим ее, шьем от начала до конца. Что у нас участвует еще в марафоне помимо блузы? Также у нас есть платье гепардовое, очень красивое. Если в блузе у нас планочка цельнокроеная, то там мы будем с вами рассматривать планочку пришивную. Там тоже есть воротничок стойка, но к стойке пришит еще стоячий отложной воротник. Также имеется курточка. Куртка-бомбер на подкладке. Полностью-полностью все пошагово мы показываем. Куртка на замочке, карманы на замочке. То есть вы все справитесь. Изнаночная сторона. Вот обратите внимание на защипы. Возможно, кому-то будет интересно. И кто-то захочет сделать защипы, чтобы они были вовнутрь. Они тоже, смотрите, просматриваются. Их тоже видно. И маленькие складочки, которые мы наблюдаем по линии низа, могут выполнены быть вот так вот с лицевой стороны. То есть защипы мы можем зашить наизнанку. Планочка. Она у нас перекрывается. Линия низа идет в подгиб. Обработанная верлаком. Можно сделать двойной закрытый подгиб. Рельеф. Выточка. Рукав. Естественно, здесь рубашечный крой. Кокетка двойная. И то, что мы с вами присували спинку. И полочку. Швы запакованы в кокетку. Манжет. Заход. Складочки. Все-все полностью учтено. И смотрите, вот у нас строчка, которая проходит с одной. И с другой стороны я показываю, как ее выполнить. Так, чтобы каждый миллиметр у нас с вами все сходилось. И не давало нам, знаете, не создавало нам проблем. А вот сам воротничок изнутри я пришила вручную. Потому что вот здесь строчка на воротнике. Ну, мне ее не хотелось сделать. Но если вы захотите сделать строчку по воротнике, вы ее выполняете точно так же, как я вам показывала на манжете. Приглашаем всех, кто желает. Всех, кто желает и сомневается. Не бойтесь, вместе с нами у вас все получится. Потому что обратная связь, подсказки с нашей стороны, они будут на большом протяжении всего марафона. И, естественно, мы максимально предоставляем ответы и помогаем с вашими проблемами, если они возникнут.